Ну, вы знаете, мы вот прям не поленились во Free Public School, взяли ваш инстаграм, проанализировали. Может быть, вам даже интересно... Ну, там есть какие-то скрытые от меня смыслы, я не знаю. Может быть, но то, что там точно видно, что 80% это ваша семья. Это моя африканская муза, Лена, это дети, это то, что вас действительно интересует в путешествиях, вот в лайфстайле. И только остальные 20% делятся на все остальное, в том числе какие-то редкие, например, вещи, связанные, например, с книгой, которую вы, как сами говорите, писали для одного человека. Это я применил, да. И вот эта пропорция 80 на 20, мне кажется, кардинальным образом изменилась, ну, если даже сравнить там с пятилетним прошлым периодом вашей публичной, скажем так, деятельности, почему? Это намеренно или так как-то органически получилось? Я недавно объяснял одному большому немецкому журналу, что я при более близком знакомстве с устройством политической, финансовой, судебной и медийной жизни Запада в значительной мере разочаровался. Раньше я стоял на некой платформе, что вот Запад победил таки коммунизм, и скоро коммунизм будет преобразован в какие-то западные демократии. На самом деле, ну, во-первых, западные демократии понесли очень большой ущерб, от исчезновения коммунизма, поскольку очень сильно там народ расслабился. Во-вторых, чего стоит одно мое открытие, что триллион долларов похищается во всех периферийных странах, куда я отношу практически все страны, кроме Соединенных Штатов и Англии. То есть эти деньги отмываются от третьего колонализма. Третьего колонализма, который особенно в книге раскрывается. Знаете, я стал более так терпимо относиться к нашей политической системе, к системе выборов, при всем при том, что она там не демократическая, авторитарная, назначаются губернаторы. Но, тем не менее, я просто разницу как-то перестал большую улавливать между тем, как устроен Запад, особенно при сегодняшней американской политической жизни. Она вообще просто... Я смотрел CNN как детектив. Просто, ну, как бы, при всем при том, что я далеко не всегда согласен с CNN в три критики Трампа, хотя и разделяю. Ну, просто американский штаблишмент, он не объективен, и газеты не объективны. Новая газета сегодня гораздо более свободна, чем «Нью-Йорк Таймс», например, я считаю. А новая газета, на самом деле, существует здесь, в России. Ее никто не закрыл и не уничтожил. И в этом смысле, может быть, я с этого начинаю, теперь это ребют Кремлю. А может быть, и... Посмотрите, как Москва изменилась после того, как выгнали Лужкова. А может быть, просто на каком-нибудь, там, 18-м, 20-м году модель российской политической жизни становится, как бы, позитивной. Бог его знает. Я не знаю пока. То есть я взял тайм-аут. Но я решил просто сконцентрироваться на чем-то одном. Вот мне нравится тема этого триллиона долларов грязных денег, в котором Россия-то играет не такую большую роль. Там, может быть, 2%, может быть, 1,5%, может быть, 2,5%. Но играет.